Сап, бигбой? Если вы сидите в ютубе, то, скорее всего, вы уже видели ролик под названием Russian Cyberpunk Farm. Они говорят, что у нас есть плохая комната. Это бухгалка. Мы не нужны. А также Russian Cyberpunk Train с Евгением Бэткомедианом. Вакуумный парашют, спускай меня на Марс, кореек, пацанам! Там какие-то у него сумасшедшие просмотры. На Западе его тоже оценили. И сегодня у нас в гостях создатель этого проекта Сергей Васильев. Здравствуй, Сергей! Привет! И первый же вопрос. Ваша первая серия была опубликована впервые в Твиттере Рогозина раньше, чем опубликовали ее вы. Как это вот понимать? Это просто потрясающая история. И дело было так. Просто я к монтажной версии некоторые скидываю иногда посмотреть знакомым ребятам, просто чтобы оценить, поскольку глаз замыливается при монтаже. И иногда полезно послушать мнение других людей. И, в общем, одну из этих версий я тоже разослал знакомым. И, видимо, версия попала в руки человека, который не очень понимает, не очень имеет отношения к тому, как все работает, что там монтажные версии лучше не сливать, куда попало. И он это залил на свой канал. Но, действительно, спустя несколько минут, буквально минут, наверное, 10, эта версия с другого канала оказалась в Твиттере Рогозина. Более того, мы это поняли очень забавным образом. То есть у нас же вот этот QR-код, который на корове нарисован, он ведет на Твиттер Рогозина. И мы решили, перед тем, как запостить видео, мы с товарищем Алексеем Фоминым как раз в Zoom сидели и выкладывали. И мы такие, давай проверим, как работает QR-код. Но мы навели телефон, поняли, что он работает, и мы увидели в Твиттере вот это, что наш ролик, которого еще нет, он уже лежит, при том, что там была еще старая графика. А сколько там просмотров было? Там было, по-моему, на тот момент, когда мы посмотрели, там было 600 просмотров. То есть он каким-то образом его успел увидеть Рогозин? Да-да-да, это удивительно. Или кто-то из пресс-службы. А за какой срок? Ну, это буквально, то есть это, не знаю, 10-15 минут, может быть. Получается, это очень... Да-да-да. Нет, я думаю, что поскольку там фигурирует ключевое слово Марс, там, по-моему, она называлась русская фирма на Марсе, что-то такое, возможно, там пресс-служба, я не знаю, или там кто-то, кто занимается ведением Твиттера, они мониторят, наверное, ключевые слова, и мониторят какие-то видео, которые уходят, и, возможно, они наткнулись на это видео, то есть то, что оно недавно вышло, я так полагаю. То есть у меня других ответов нет. И, в общем, у нас не было выбора, потому что у нас еще думали, мялись, там, нет, надо чуть-чуть доделать, там, чуть докрутить, чуть-чуть подмонтировать, может быть, на следующий день выложим. И все, у нас как бы были сожжены все мосты, потому что не было выбора, потому что если бы мы не выложили видео там буквально в следующую минуту, то заверстилось бы вот это видео, не наше. А что ты скажешь людям, которые утверждают, что мало того, что Рогозин это запостил, так он еще и потом Роскосмос, и он лично все это похвалил, написал, что это отличная работа. Они же просто очень редко все это дело хвалят. Я вообще впервые вижу, чтобы Рогозин что-то комментировал, какие-то YouTube-видео положительно. Более того, сегодня я, кстати, ехал в такси, видел новость, он сказал, что Рогозин будет вкладываться в проекты, точнее, Роскосмос будет вкладываться в проекты, которые изменят ваши представления о Роскосмосе. Как бы ты это прокомментировал? Ну, это, конечно, наше упоминание Роскосмоса, ну, Рогозина и Роскосмоса как такового, это просто не более чем такой прикол, гэг. Никакого отношения к Роскосмосу и Рогозину мы не имеем. То есть мы просто... Он такой довольно известный персонаж, в общем, такая известная личность, поэтому мы сделали к нему отсылку. Собственно, более того, у нас в следующем новостном выпуске будет такой, в общем, собирательный образ, скажем, деятеля, который, возможно, многие найдут знакомым. А, ты про Рогозина? И он показан в каком-то критическом свете? Или он высмеян, или он положительный, скажем так, или он более с насмешкой, с какой-то критикой показан? Ну, скажем так, с доброй иронией. С доброй иронией. То есть он может обидеться все-таки? Посмотрим, самим интересно. Кстати говоря о киберпанке и технологиях. Представьте себе такое будущее, в котором вам возвращают до 20% за ваши киберпокупки. Хорошая новость в том, что это будущее уже наступило. У Тинькофф вышла лимитированная карта с дизайном от Лэйзи Скойер. И лимитирован у нее не только внешний вид, но и бонусы. Я уже полтора года пользуюсь стандартной картой Блэка того же Тинькофф. Она правда предлагает целую кучу бонусов в виде различного кэшбэка. И он приходит не баллами, которые можно потратить только у партнеров, а настоящими деньгами на счет. И те, кто этим пользуется, не дадут мне соврать. Раз в месяц, особенно если совершать покупки в категориях повышенного кэшбэка, на счет падает действительно приятная, а иногда даже и спасительная сумма. Так вот, с новой лимитированной картой к стандартным бонусам добавляются еще и 20% кэшбэка за игры, 15% за доставки и 10% за покупки в App Store, Google Play, Spotify и YouTube. Так что, если ты пользуешься этими сервисами, то кэшбэк будет для тебя еще приятнее. Но поторопись, количество карт ограничено. Переходи по ссылке в описании, чтобы успеть оформить свою. Ну а мы продолжаем. Как человек, который работает в индустрии VFX и который... VFX. Который, собственно, работал над большими крупными проектами. В каком состоянии находится эта индустрия у нас, в нашей стране? Это правда, что у нас дикая текучка кадров, когда человек более-менее на чем-то поработает, себя выразит, и велик шанс, что он просто уедет за границу. И заберут. Ну, я думаю, что, если говорить об индустрии VFX, она у нас в достаточно хорошем состоянии. То есть наши специалисты ценятся за рубежом. И правда, что многие уезжают поработать, набраться опыта. Некоторые возвращаются, некоторые остаются работать там. В принципе, допустим, довольно-довольно много студий, довольно-таки крупных, которые принимают участие тоже в работе над зарубежными проектами. И результат довольно-таки хороший. То есть если посмотреть... Перебью. То есть западные студии заказывают у российских студий эффекты? Ну да-да-да. А какие примеры? Ну, например, даже Main Road Post, довольно известная студия, которая принимала участие, собственно, играла ключевую роль в создании эффектов к фильму «Притяжение». Они делают или делали, по крайней мере, некоторые китайские проекты, европейские. То есть более того, там, например, студия «Амальгама», они принимали участие в довольно небольшой сцене из сериала «Американские боги». Ну то есть мы там делали... Я скажу сразу, что я там не сильно, не ключевую роль сыграл, потому что я тогда только начинал работать. Но там, например, сцена с буйволом, когда, по-моему, это сон главного героя, когда он видит огромное дерево такое, крючковатое, и к нему подходит огромный буйвол, такой старый американский бог. Вот это как раз делалось в студии «Амальгама». Нет, в принципе, этот рынок довольно глобализован, что, мне кажется, хорошо. То есть специалисты, они действительно много перемещаются по миру и довольно-таки высоко котируются. Как ты относишься к довольно популярному комментарию, что у вас под роликами, что у меня, когда я заанонсировал этот подкаст, прям за лайк и коммент. Вот наши блокбастеры, причем с крупным бюджетом, выглядят хуже, чем ваше самодельное YouTube-видео. Насколько это объективный комментарий? Ну, мы, конечно, благодарны за такую теплую рецензию, но мы считаем, что это все-таки не совсем верно, потому что мы, когда продумываем и пишем сценарий, мы изначально рассчитываем, что мы можем сделать, а что нет. То есть мы, например, я скажу так, что есть вещи, которые делаются очень сложно. То есть, например, симуляция, симуляция огня, симуляция дыма и так далее. Мы сразу понимаем, что мы просто это не потянем в силу того, что у нас довольно-таки маленькая команда, это требует высоких вычислительных мощностей. Мы никогда этого просто не будем делать. Мы так все спланируем, так все простроим, чтобы эта работа была как можно меньше или она была чем-то как бы прикрыта, завалирована. У людей, у студии, которые работают над блокбастером, у них нет такого выбора. То есть у них по задаче есть, что там происходит невероятно крутая масштабная битва. Там садится космический корабль, и им приходится это делать. А вот разве ты не видишь эту проблему? А почему они с вами заранее не консультируются? Почему они берутся за то, что им не по зубам? Это разве не сделали бы вещи и им, и вам легче, если бы они заранее так, чуваки, вот это реально? Или нам стоит это переписать как-то? Нет, в принципе, в последнее время все чаще консультируются. То есть в принципе у нас кино довольно-таки молодое, если отсчитывать от 90-х. То есть мы считаем, что советское кино и российское, это все-таки два разных индустрии. Она довольно молодая. И в принципе сейчас в последнее время уже все больше и больше как-то работа строится по ощущениям грамотно. То есть там действительно были еще лет пять случаи, когда нам просто прислали материал, ну типа сделайте с этим что-нибудь. Сейчас уже все-таки все понимают, что графика – это такая немножко непредсказуемая вещь и сложная, и неочевидная для тех, кто в ней не очень разбирается. Поэтому консультируются. Но просто опять же все-таки все подчинено времени, и наши студии, при том, что много очень талантливых людей, которые горят своей работой, они гораздо-гораздо меньше, чем просто по экипажу, скажем, по штатной численности, чем студии западные. То есть, например, если посмотреть титры к фильму Marvel, то там по несколько тысяч человек, кто график делает. У них титры идут по 15-20 минут. Ну да-да-да. То есть там, например, крупная, там типа средняя даже студия, скажем, визуальных эффектов на Западе, там Ванкувере или американская, это типа три тысячи человек. У нас крупная студия считается, если там 80. Ну то есть людей довольно-таки мало. В принципе, дельная мощность индустрии меньше. И потому, ну естественно, что чем сложнее задача, тем она тяжелее делается. Слушай, а чем, вот так вот интересно узнаете, обуславливается такая высокая стоимость, иногда, казалось бы, очень странных эффектов, допустим. Вот до этого мы до съемки обсуждали, там у Супермена замазать усы миллионы-миллионы долларов. Это того стоит действительно? Ну, опять же, я тоже судил об этом инфоповоде только из, так сказать, интернет-источников. То есть я не глубоко покружался. На самом деле не факт, что именно вот эти усы конкретно стоили миллионы долларов. И во-вторых, есть все-таки такие вещи, с которыми компьютерная графика пока еще не идеально научилась работать, а именно человеческое лицо. То есть, в принципе, есть такая штука, как эффект зловещей долины. Да, когда... Да, то есть просто довольно-таки легко воспроизводить с помощью компьютерных эффектов вещи, которые неодушленные. То есть, например, вот опять же, у нас есть роботы, собственно, в кем-деревне, они довольно-таки простые для визуализации, потому что это металл. И, ну, понятное дело, что там тоже нужно как бы определенное умение, чтобы он выглядел убедительно. Но в целом, если его поставить в сцену, если поставить правильно свет, если поставить правильно отражение, то, в принципе, он уже выглядит вполне себе, как будто он там изначально был. В то время как такая сложная материя, как человеческое лицо, требует довольно-таки неочевидно больших ресурсов для того, чтобы это сделать. То есть даже не лицо, а именно просто небольшую область. Да, да. А рот – это, в принципе, самая сложная часть лица. Глаза и рот – самая сложная часть лица, который есть. И даже вот... Потому что куча мелких движений. Да, да, да. И они... Просто прикол в том, что их очень сложно описать математически. То есть они настолько... Человек с помощью мозга это часто видит и хорошо умеет воспринимать, что даже мельчайшее отличие вызывает вот этот вот эффект какой-то ненатуральности. То есть по всем приборам вроде как всё нормально. То есть все волосинки на месте, все поры на месте, там вся геометрия правильная, но ты понимаешь, что это что-то не то. И когда это лицо ещё частично заменено, то есть когда ты рядом видишь лицо живого человека, и там вот это вот, то, что вот это вместо усов Генри Кевилла, да, вот это вот Уэр Ста, это ещё более выглядит неестественно. То есть если бы это был полностью компьютерный персонаж... Как в «Звездных войнах», да? Да, да. То есть это бы как бы смотрелось, что это графика, это было бы видно, что это графика, скорее всего, но это бы смотрелось как бы цельно, во всяком случае. Когда мы видим в стыке живую съёмку и графику, особенно в такой сложной области, то это сразу выглядит очень-очень неестественно. Поэтому мы не можем, к сожалению, говорить, потратили они реально эти 5 миллионов долларов, или сколько на этот рот, или это такая цифра, которая появилась в результате какого-то примерного подсчёта интернет-пользователей. То есть мы, к сожалению, этого не знаем, но факт в том, что это действительно такая сложная задача. А вы бы это сколько сделали? Мы бы это не сделали. Что, серьёзно? Это реально так сложно? Ну, конечно. То есть это... Мы бы... Это, в принципе, вот... Хорошо, что появилась технология дипфейк. Да. Ну, они, собственно, энтузиаст какой-то и сделали. Да, ну, то есть, в принципе, воспроизведение человека, человеческого персонажа фотореалистичного – это самая сложная задача компьютерной графики, которая, в принципе, вообще существует в мире. То есть когда эта задача решится, можно считать, что всё, можно свейкать абсолютно всё. Ага. Потому что это очень сложно. То есть сейчас вот... Естественно, что технологии неумолимо движутся вперёд. Например, вот недавно вышла... Ну, так, не знаю, как правильно сказать, честно говоря, там, программа, да, наверное, вот MetaHuman, которая позволяет на технологии движка собрать по определённым параметрам лицо человека, подрегулировать, там, выбрать цвет глаз, ну, так, настройка персонажа, и потом перейти на него анимацию. Вот. Это огромный шаг вперёд. То есть раньше, до этого момента, в принципе, это был целый такой комплекс работ сложный. Вот. Сейчас это проще, но всё равно там тоже видно, что это как бы не очень совершенная технология. Вот. И это как бы, ну, по сути, вот познание человека, да, как вообще, в принципе, философии, да, это главная задача, так, в принципе, я думаю, что и в компьютерной графике, как только будет решена недостижимая, на самом деле, задача по воспроизведению фатуралистичного человека, которую не будет совершенно невозможно отличить от настоящего, да, то, как бы, ну, значит, просто компьютерная графика достигнет совершенства. Но это не будет никогда. У вас в роликах очень много отсылок к советскому кино и даже местами, по-моему, к советской мультипликации, если я не ошибаюсь, конечно, может быть, надумал. Ты какой-то фанат или это просто напрашивается? Ну, одно другому не мешает. То есть, во-первых, я фанат, во-вторых, напрашивается, вот. Ну, просто я считаю, что чем больше мы будем цитировать и как-то интерпретировать... Что-то своё. Ну, да, что-то своё, то есть, собственно, оно дольше проживёт. Потому что там, где запрещают что-то рассказывать, о нём просто забывается. И, собственно, как бы сейчас же вся культура, да, это постмодернизм, это всё построено на отсылках. То есть всё является уже интерпретацией чего-то, что было раньше в различных дозах, проявлениях и так далее. И поскольку мне оно просто искренне нравится, во-первых, то есть я люблю пересматривать, анализировать советские фильмы, то, в общем-то, как бы, так получилось, что это действительно было очень логично. И как бы на контрасте там советского и бегущего по лезвию может родиться что-то интересное. Слушай, а как думаешь, вот такой мысленный эксперимент? Если бы всё-таки Советский Союз не распался, вот мы всё ещё жили бы там, пытались бы построить социализм, коммунизм и всё такое, была, осталась бы та же система, допустим, кинопроизводства и кинопроизводства, при ней была бы у нас развита индустрия 3D-графики, VFX и так далее, или ты думаешь, всё-таки не хватало бы ресурсов на это? Ну, всё-таки у нас есть замечательный референс, это Китай, там понятное дело, что история как-то не знает сослагательного наклонения, но мне кажется, что со временем бы всё примерно к этому пришло, потому что чем больше развиваются технологии, тем больше люди видят, в принципе, что происходит в мире, как ты не пытаясь их ограничить и так далее, и глобализация, она всё-таки даёт о себе знать, потому что изоляция, это в последнее время невозможная форма существования государства, то есть там есть пример вот Северной Кореи, которая как будто как-то в своём мире существует. У них кинематограф, кстати, есть замечательный. Только у них анимация потрясающая есть. Нет, более того, их аниматоры, они работают на Disney. Что, серьёзно? Да-да-да. Перебежчики? Не-не, не перебежчики, они легально абсолютно. То есть они сидят в Северной Корее? Да-да-да. И оттуда? Аутсорс, да, работают. Они рисовали... А санкции? Нет-нет, ну, как бы капитализм, когда они... Нет-нет, это можно посмотреть, то есть это есть там статья, как-то всё подтверждено пруфами из Википедии, есть, ну, исследование есть, в принципе, всё прослеживается, то есть очень много кадров, ну, там, например, там Disney, да, ему не очень... Какие-то сериалы, да, там, небольшие, ему не очень выгодно делать силами своих специалистов. То есть они рисуют раскадровки, вот, и отдают анимацию на аутсорс, там, например, в Северную Корею. Я знал, что Гриффины заказывают анимацию у Южной Кореи, поэтому они так плохо сейчас выглядят, потому что, ну, их на компе делают, это, ну, больше не рисовка, но я не знал, что в Северной Корее заказывают. Это вот прямо сейчас или раньше так было? Нет, это сейчас так есть. То есть это удивительно, это абсолютно легально. И заказывают, подожди, у них заказывают ручную анимацию или всё-таки компьютерную? Нет, нет, ну, это смесь, то есть это сейчас же, в принципе, все сериалы, которые делаются, да, они делаются, даже пусть они нарисованы в технике, рисованные ручной анимацией, они делаются на компьютерах. А ты тайтлы не помнишь, какие? Тайтлы не помню, но мы давай тогда, типа, можем ссылочки какие-то... Загуглить, да, потом. Да, прикрепить, да, ссылочки сделаем. Потому что, причём там довольно-таки, ну, по-моему, Аладдин сериал точно делался в 90-х годах, и современные некоторые тоже. Вау! Да-да, то есть это реально, это звучит как просто какой-то бред, но это так. То есть у них просто есть студия, которая вот легально работает на аутсорс анимации, да. При этом они ещё делают и анимацию внутреннюю, для внутреннего рынка, например, насколько я не помню правильное название, там ёжики и бурундуки борются против захватчиков крыс и медведей. Да, то есть это можно в Ютубе, кстати, посмотреть. Вау! То есть и эта анимация, ну, она, естественно, рассчитана на детей, то есть на, ну, на вот северокорейских юных зрителей, и, ну, естественно, что она такая, она как бы, вот там читается политика определённая. То есть там понятно, что медведь – это аллюзия на Советский Союз, что крысы и ласки, вот, крысы и ласки, они явно в такой американской форме, вот, а бравые ёжики и, там, бельчата, они вот представляют Северную Корею. Ну, естественно, что там прямым текстом это не говорится, но это читается. А какие у Северной Кореи могут претензии к Советскому Союзу? Ну, например, если говорить о сюжете, который там есть в одной серии, то, ну, медведь обещал защитить вот этих вот бельчат, и потом что-то там как-то было бросить. Предполагаю, это мультик из конца 80-х, начало 90-х. Ну, вот эта серия – да, но надо сказать, что у этого сериала типа 20 сезонов, по-моему, то есть он выходит до сих пор, вот, и там можно проследить прям развитие, то есть там есть, естественно, мультики такие, как бы вот, ну, там, 60-х, там они по несколько серий уходили, и там вот есть вполне современные, с современными технологиями, более того, некоторые дублированы на английский, так что тоже можно это все оценить. Ну, как-то, да, как-то век живи, век учись. Слушай, китайский кинематограф, он получше будет, чем наш, то есть ты считаешь, что если бы у нас все бы, если бы некоторые исторические события не произошли, то, в принципе, индустрия была бы такая на уровне. То есть у них, на самом деле, я, честно говоря, не понимаю, возможно, это, конечно, разница в культурах, но вот сценарии, их истории китайских фильмов мне вот непонятны, и их хиты, я вот не могу их смотреть, но визуально там столько находок. Ну, визуально, да, там, в принципе, вот восточный кинематограф, там, в том числе, Южная Корея, в том числе, Индия, в том числе, Китай, это просто, типа, пиршество для класса, потому что у них нет абсолютно никаких тормозов. То есть, ну, там, вот Бухубали, да, например, мой любимый индийский фильм двух частей, это такая эпопея про вот героя, и там просто потрясающе, то есть там эти слоны дерутся с быками, там, когда, ну, там, самый известный эпизод, это когда с помощью пальм закидывают через крепостную стену солдат, там, они сцепляются щитами в такие шарики, вот, их там перекидывают через стену. То есть, они абсолютно по-другому мыслят, у них другой культурный код, там, визуальный, да, то есть они воспитаны на другой культуре, и очень интересно за этим следить. Уже тебе не кажется, что, вот, знаешь, вот в кинематографе сейчас в таком, в нашем понятии традиционный кинематограф это более такой, знаешь, голливудский фильм, и в Голливуде в одно время в 60-х произошел, произошла встряска, потому что туда пришли свежие голоса вот после французской новой волны, и у меня есть такая теория, что вот следующая такая волна наподобие французской новой волны это как раз-таки будет какой-нибудь странный гений из какой-нибудь азиатской страны или там, да, из Индии условной, у которого вообще нет рамок, который не думает в тех же там конвенциях, в которых мы, он не изогнан вот в определенные какие-то вот, опять же, рамки жанров, который вырос на смеси местного кино и там условного какого-нибудь Майкла Бэя, потому что, я не знаю, если я рассказывал это на предыдущих подкастах или на стримах, но вот как было с Хичкоком и Труфо, когда, ну, Труфо, это вот человек, с которого, наверное, можно смело сказать, один из родоначальников французской новой волны и вот этого современного кинематографа в том плане, в котором мы сейчас его понимаем, который нам предстоит еще переосмыслить, он снял свой фильм, который начали называть шедевром и у него берут интервью и говорят, слушай, Труфо, ты такой крутой, как ты вообще так додумался до такого? И он в интервью сказал, я вдохновлялся Хичкоком, но в это время Хичкок, вот сейчас мы говорим Хичкок, гений, мэтр кино, но в то время Хичкок, знаешь, к нему относились, так снимает там какое-то непонятное жанровое дешевое кино, знаешь, с презрением относились, но потом они такие, так, подожди, Хичкок и обратили на него внимание, ну, более пристальное, вот, и мне кажется, что сейчас произойдет примерно то же самое, но только с каким-то условным Майклом Бэем, который для нас кажется, ну, блин, какую-то херню снимает для идиотов, а какой-нибудь там условный индус скажет сейчас завтра в интервью, когда снимет свой новый шедевр, слушайте, я Майкла Бэя смотрел, он, потому что визуально он на самом деле очень крутой. Ну, безусловно, то есть, чем неожиданней источник вдохновения, тем лучше, потому что, ну, как бы, и чем причудливее будет вот этот вот контраст и синтез, там, Майкла Бэя плюс, там, советское кино, там, или Майкл Бэя плюс индийское кино, ну, то это, чем несовместимее вещи, тем круче получается результат. У вас во втором ролике Женя Бэдкомедиан. Кстати, у него сегодня день рождения, ему сегодня исполняется 30 лет, и человек работает в свой день рождения. Он не празднует его, сегодня мы поем на съемки, тоже помогать ему с обзором, поэтому вот такая вот у человека рабочая этика. Да, как вы на него вышли, как он у вас оказался? Я так понимаю, здесь не последнюю роль сыграл его костюм, который у него есть, вот эта вот руба рука, киберпанковая. Да, это получилось совершенно случайно, тоже это абсолютно не планировалось практически в последний момент, просто выяснилось, что вот мастерская Бутафория Кречет, они делали, ну, которые для нас делали костюм, вот этого космодесантника, вот, они же делали костюм для вот Жени Бэдкомедиана, вот, и, ну, в общем, поскольку у них был контакт, вот, то мы договорились о вот такой коллаборации, то есть, это было вот как спонтанно, вот. Я уверен, он приехал заранее, как штык или вовремя, потому что, опять же, у человека сумасшедшая рабочая этика, я никогда не видел настолько, ну, просто работягу, а он просыпается в 4 утра, ложится там в 9, и просто все это время работает, и ест там где-нибудь орехи, я не знаю, или яблоко, у вас такого впечатления не было? Ну, к сожалению, у нас съемки были настолько нистовые и стремительные, что я там, ну, как-то во все подробности не буржался, ну, как бы, Евгений, да, прибыл вовремя, то есть, с ним было очень приятно, круто работать, вот, ну, и, да, все получилось, вот, как планировалось. У вас этот ролик имеет разительно другой тон, вот, от первого ролика был, знаешь, такой, была небольшая такая грустинка, конечно, была на этом из-за песен, но в основном он такой веселый, задорный, такая вот веселая киберсказка, а вот этот, это прям настоящий киберпанк, от него прям безысходность какая-то, прям вот очень как-то все киберпанково. Это какой-то осознанный выбор или у вас так получилось? Нет, ну, это скорее осознанный выбор, то есть, мне на самом деле нравится идея, что комедия, она не должна быть просто, ну, чисто для, ну, просто для смеха, то есть, поэтому как раз вот в советском кино, да, был очень, ну, как так популярен жанр такой трагикомедии, то есть, когда тебе вроде весело, вроде интересно, но потом немножко это все приобретает, может быть, даже драматические черты, например, фильм вот Афоня, то есть, он, в принципе, такой вроде легкий, такой веселый, смешной, но в конце как бы пробивает на слезу, на грустинку, потому что ты понимаешь, на самом деле, что это, ну, это огромная социальная проблема, ну, и личная проблема человека, и так и здесь, то есть, мне нравится идея, что мы вроде там начинаем с каких-то шуток, привалуток, там, каких-то визуальных вещей, да, а потом зритель может пробивать на грустинку, вот, и это, мне кажется, нам более ценно, потому что, когда ты целенаправленно садишься с ощущением, то ты, скорее всего, не будешь сменяться сейчас, потому что, ну, тебе это просто присытит, ну, ты присытишься. Смотря, 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 какие фильмы, есть целые коллективы, вот эти вот парни, которые снимали Animal House, я не знаю, как на русском, Зверинец, наверное, или Аэроплан, вот в 70-е, 80-е, 80-е, это, наверное, вот пик, выходило очень много фильмов, комедий, которые построены исключительно на гэгах, голый пистолет, опять же, голый пистолет, да, то есть, но здесь нужен невероятный талант и невероятное вот комедийное какое-то чувство тайминга, да, но, да, ты прав, в основном лучшие комедии, они именно такие, вот они граничат с драмой, и от них немножечко все равно грустно. Плюс к всему надо иметь в виду, что, да, мне тоже там очень нравится там пистолет, да, аэроплан, естественно, что это офигительно круто, но надо сказать, что юмор с тех пор очень сильно поменялся, то есть, прошло уже 40 лет, там, насколько я помню, голый пистолет, это там 85, наверное, 87, ну, почти 40, вот, и юмор стал более стремительным, вот, зритель уже гораздо более насмотрен, и я думаю, что, ну, чисто гаговые комедии, они бы уже сейчас, скорее всего, не заходили, то есть, одно дело, когда это просто коротенький скетч, да, который, ну, там, там, пятиминутный, да, дальше двигаться, это все еще будет киберпанк, выстепывание каких-то вот наших стереотипов, или вы все-таки целитесь по-хорошему в что-то перерасти, ну, то есть, вас устраивает YouTube формат, или вам по-хорошему хочется перерасти, там, какой-то сериал на онлайн-сервисе, или, возможно, даже какой-нибудь фильм, потому что народ этого хочет, это, ну, запрос, по крайней мере, такой вроде бы как есть, понятное дело, что это очень все дорого и опасно рисковать, если это работает, то лучше это не ломать, но все же есть такие планы? Ну, как говорится, плохо тот солдат, что не мечтает стать генералом, вот, и естественно, что в глубине души хочется сделать что-то большее, но мы прекрасно понимаем, что это очень сложная тематика и в плане разработки, и в плане производства, и потому мы пока, ну, намеренно остаемся в формате вот таких вот небольших короткометражек, там, буквально вот, не знаю, от 5 до 10 максимум минут, которые позволяют довольно-таки быстро получать обратную реакцию, потому что, к сожалению, да, ну, как кинопроизводство и сериалы производства, это довольно-таки длительный процесс, и зачастую ты делаешь сериал, то есть, ну, опять же, я поскольку участвовал во многих больших проектах, ну, так, пусть и так, не на ключевых, опять же, ролях, но тем не менее, я представляю, как это выглядит, вот, и очень часто, то есть, вроде все уверены в том, что получается хорошо, а там спустя 2 года выясняется, что это никому не нужно, а вообще, и все, в принципе, индустрия изменилась, и вообще наступила пандемия, кинотеатры закрылись, и, ну, это большой удар, в принципе, для авторов, потому что, в принципе, ни у кого нет задачи изначально, ну, может быть, у кого-то есть, но, в принципе, ни у кого нет задачи сделать плохо, все-таки все хотят в силу своих возможностей, таланта сделать хорошо, и, а как раз YouTube, он лишен этой проблемы, потому что ты сразу получаешь отклик, и поскольку это небольшой хронный траж, то ты можешь это делать относительно недолго, то есть мы, конечно, по сравнению с, ну, блогингом или веб-сериалами все-таки довольно долго делаемся, вот, но все равно это гораздо быстрее, чем полноценный сериал. Говоря насчет хронометража, у вас, они примерно 7 минут дойдут ролики? Ну, «Кибердеревня» шла 4,5 минуты, а «Космопоезд» 8. Это 7 шел? 8. 8 даже? Да-да. Что, собственно, по-моему, чуть-чуть еще и будет уже, собственно, серия, если, я могу, конечно, ошибаться, но, там по 10 минут шли, и это проект вот на Нетфликсе, и, то есть, такое чувство, что, если просто здесь создать какой-то небольшой нарратив, то есть мини-сюжет, потому что сейчас это все еще более, знаешь, такая демонстрация мира, такой, вултбилдинг в основном, а не рассказ именно истории с каким-то вот, там, мини-история, это, ну, понятное дело, что это мини-история, но это больше вултбилдинг, на мой взгляд, сейчас, то есть, такое чувство, что если вам перестроить подход к сценарию, на другие рельсы его поставить и добавить буквально, там, три минуты хронометража, это вполне себе, там, под какой-нибудь, там, кинопоиск, Иви, там, Ока, или что-нибудь типа того, или тоже YouTube, спокойно ложится, как веб-сериал, нет такой мысли? Ну, естественно, появлялись разные мысли, но, во-первых, мне как раз интересен формат онтологии, то есть, как раз-таки близкий к любви и смерти роботам, то есть, это история, объединенная какой-то темой, вот, и мы как раз-таки в формате, вот, YouTube, вот этого проекта, да, Бердж Панк, мы показываем разных персонажей, живущих в одном мире, и мы показываем жизнь с разных сторон, жизнь будущего, и как раз потом, со временем, возможно, это приведет к чему-то большему, там, ну, очевидно, что там персонаж, вот, фермер Николай, да, он многим полюбился, вот, и, ну, мы думаем над тем, как может развиваться история, но, как бы, что точно известно, что любую историю, если она больше пяти минут, то ее довольно-таки сложно написать, вот, и на этом нужно довольно-таки много времени, а мне нравится идея в том, что можно сделать это, ну, как вот здесь и сейчас. Ну, тут есть другая опасность, в том, что, когда ты делаешь, так называемый, proof of concept, и, собственно, proof of concept переводится, как, ну, доказать, что вот этот концепт рабочий, вы это уже сделали, и когда вы будете делаете такой ролик, еще такой ролик, еще такой ролик, и, допустим, через 10 роликов, боюсь, что, возможно, такой эффект, что зрители скажут, ну, понятно, понял, все, да, понятная идея, все, работает, а, ну, в то время, как, нарратив именно, да, сложно, но, если взять такой-то перерыв, и это вот именно все, чуть-чуть, взять, допустим, месяц, не будет выпускаться роликов, то это можно на года просто людей заставить сидеть у экранов, потому что очень большой риск того, что, ну, на одном концепте долго не уедешь, это знаешь, вот как приходишь в кино, тут трейлер, думаешь, крутой, все, все круто, но на какой-то момент ты такой, я, все, я понял, я хочу, хочу уйти отсюда, здесь, здесь, здесь крутая графика, крутая эстетика, но вот что-то сюжета, сюжета мне не хватает, вот, я вот боюсь, что такое может произойти. Ну, посмотрим, потому что этот проект, он такой, как начинался экспериментально, он так пока и продолжается в таком формате, вот, там постепенно с каждой серии, там на самом деле подспудно выводится общая картина мира, то есть общая история, в принципе, и вот, например, в новостном ролике мы увидим, по сути, приквел к истории Николая. О, это круто, то есть потихонечку уже есть какие-то... Ну да, то есть это такое, как бы они все сплетаются, скажем, в такое полотно, вот, и, ну, как плотно просто носку, одеялка, вот, и со временем, возможно, то есть мы как раз к чему-то придем, но пока очень понятно, что пока это маленький хрометраж, пока сохраняется свежесть, это нам, в принципе, ближе, чем сейчас вот пытаться как бы высасывать из пальца что-то, что-то большее, хотя, ну, естественно, что идеи, мыслы, замыслы, они всегда есть. А откуда у вас такие ресурсы, тогда как вы, это же, ну, на вид, по крайней мере, дорого, и, может быть, у вас, конечно, есть планы на рекламные интеграции какие-то, но вот так вот это снимать, это же очень большой удар по карману. Ну, так и есть, собственно, вот. Извините, перебью, дополню еще, поскольку это еще так много времени занимает, я бы представил, что вы, скорее всего, на паузу поставили свои какие-то основные работы, или, может быть, просто индустрия сейчас медленная, скажем так, из-за пандемии, не знаю, но создается впечатление, что это прям ваша полноценная работа сейчас. Ну, первый ролик не был таким, то есть это именно, что вот было такое как бы в свободное время, собственно, поэтому делалось я там 5 месяцев. Вот сейчас мы хотим уже, ну, так сказать, войти в более производственное русло, вот, и потому, да, у нас там появится, вот, собственно, интеграция в ближайшее время, ну, нам самим интересно, в принципе, посмотреть, как это можно все вообще устроить, организовать, с одной стороны, чтобы это, ну, выглядело естественно, чтобы это не вызывало отторжения, да, но и с другой, чтобы это все позволяло всей этой машине работать. Слушайте, это у вас, на самом деле, такой проект, что, вот мне лично вообще плевать, откуда деньги, то есть даже если будет там какая-нибудь реклама казино, реклама всего чего угодно, есть, не знаю, даже если государство какое-нибудь, то есть у нас есть фонд кино, но людей это не устраивает не то, что это государственные деньги, а людей не устраивает то, что это плохо на деньги людей, поэтому фиг его знает, мне кажется, вам в этом плане вообще не стоит париться. ну, будем смотреть, то есть я внузренне надеюсь тоже, что, ну, как бы, так сказать, теоретически, там, марка фонда кино, это не приговор, вот, хотя мы там, опять же, никакого отношения пока не имеем, но просто мне есть ощущение, что у него настолько негативный фонд, к сожалению, образовался, что даже очень... Уже людей будет пресуппозиция какая-то заранее. А у них уже есть, в принципе, то есть там довольно-таки неплохие фильмы, ну, в последнее время, кстати говоря... Ну, нет, Минкульт еще, мне кажется, да, а вот фонд кино хрен знает. Нет, у них довольно-таки, почему они неплохие фильмы в последнее время уходят, то есть если там в начале, там, в конце, вернее, десятых, в конце 2000-х, в начале десятых, там действительно были очень стыдные фильмы, ну, их было очень много, то в последнее время, в принципе, скорее, ну, плохие фильмы совсем отвратительные, это исключение, вот, это единичное, вот, и все больше выходит таких крепких среднячков, вот, но, в принципе, у зрителей есть ну, наверное, заслуженное, конечно, такая, как бы, заслуженное предубеждение, потому что, ну, как бы, а что ты скажешь, потому что кино было действительно очень странное, что, в принципе, все российское кино, это не айс, вот, и ну, здесь я действительно встречал много комментариев, да, ну, там, как раз, о которых ты упомянул, да, что там, типа, дайте, там, типа, деньги ребятам, типа, фонд кино, но, и, там, типа, или почему они не делают кино, но, в принципе, это не совсем верно, ведь мы, на самом деле, учились на вот этих фильмах работать, вот, ну, то есть, как бы, мы нельзя разделять нас на индустрию, ну, при том, что мы, как бы, такие, как бы, ну, вот, ты сам, как вот, относишься, ты говоришь, что тебе нравятся последние фильмы, которые поддержало государство, а как тебе, допустим, тот же «Вратарь галактики»? Ну, «Вратарь галактики», ну, как фильм, мне, естественно, не очень нравится, вот, но я считаю, что там, как раз-таки, вот, работа по компьютерной графике, она, ну, такая, беспрецедентная для российского кино, потому что, в принципе, такого раньше не было, вот, другое дело, что, да, там, фильм на уровне сценария, ну, смотреть, как бы, очень странно, вот, и это уже часто задается вопросом, там, типа, ну, вроде, как бы, было понятно, что это что-то, что-то странное, то есть, это не будет вызывать явно интереса, что это не, ну, в этом нет истории, но, вот, парадокс, потому что, кстати говоря, прикольный мем распространился, вот, там, по киношникам, я думаю, что он, там, вышел, там, за пределы тусовки, там, ну, есть же в кино традиция, да, там, тарелочку разбивать перед съемками, вот, ну, и там на тарелочке пишут имена создателей и название фильма, вот, и там, в этом меме, там, тарелочка, там, написано, ну, там, везде вместо имен написано гений, 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 а вместо названия фильма написано хрень, ну, то есть, и вот эта вот загадка, что вроде как все талантливые люди, все хотят сделать хорошо, но получается очень странно. Ну, а если вам предложат какой-то вот крупный продакшн, симбиоз, то есть, вам развяжут руки, у вас будут бюджеты, это будет все еще выходить на ютюбе, но там, с участием какого-то более крупного игрока, как тебе, допустим, такой вот симбиоз? Ну, я думаю, что, ну, рано или поздно мы к этому придем, потому что, ну, очевидно, что чем больше хронометраж, тем больше ресурсы, тем, естественно, более сложные организационные затраты требуются, нужен опыт специалистов многих областей. Ты для меня, ваша команда является вот примером, есть такая вот идея, что тот же там фонд кино, допустим, он уже, он выполнил свою функцию, и это уже потихонечку превращается в пережиток прошлого, ну, он как рудиментарным становится, он уже не нужен и должен калнуть в лету, потому что вот мне видится так, что сейчас путь реализации себя для вот молодых специалистов, это не пытаться вот пробиться вот через там фонд кино, пытаться там как-то ходить на питчинге, пытаться вот через вот это вот все реализовывать себя, а технологии, то есть ты что-то снимаешь сам, выкладываешь это в интернет, и у тебя есть вот, собственно, самый народный способ выявления талантов. Ну, это такой вопрос достаточно философский, вот, и который имеет много достаточно разных аспектов, я, безусловно, за YouTube, и потому что это все-таки, это такой, как бы, естественный отбор, то есть действительно, здесь каждый имеет возможность выложить то, что он сделал на суд зрителей, и получить очень быстрый, честный, может быть, заслуженно негативный, а может быть, наоборот, позитивный отзыв, вот, и, ну, как бы, в этом плане, собственно, мы эту концепцию проверили, то есть, потому что очень, ну, там, предыдущие, да, короткометражки я отправлял на фестивале, вот, ну, его... Вот как раз перебью, я так понимаю, ты к этому подходишь, но на всякие, подобью под рамки, вот, если бы вы свою вот идею этого проекта отнесли бы, там, в тот же условный фонд кино, там, на какую-нибудь, там, идею, там, полнометражки, вам бы ее, скорее всего, наверное, бы не одобрили? Я думаю, что бы, конечно, не одобрили, и, в принципе, ее бы никакой нормальный человек не одобрил бы. То есть, собственно, ну, да, если, как бы, ее излагать, потому что, ну, я еще тоже понял, что, в принципе, ну, идея – это не только текст, потому что, ну, когда ты подаешь заявку, там, куда-то, да, все-таки это обычно сценарная заявка, вот, а фантастика и киберпанк, и вообще, в принципе, и сейчас искусство, да, это очень синтетическая вещь, когда важна не только идея, но и то, как она сделана, как она снята, там, как она собрана. И, естественно, что такие штуки, ну, это я так понял для себя, без какой-то вот, то, что ты как раз сказал, proof of concept, да, доказательства вот этой концепции, их, в принципе, делать бесполезно, мне кажется. То есть, на бумаге это, может быть, звучать потрясающе, да, но когда ты начинаешь это делать, ты понимаешь, что это просто очень странная вещь. Поэтому, ну, как бы, скорее всего, вот все работы, которые я в дальнейшем буду делать, ну, и в будущем, то есть, пока планов нет, но, скорее всего, я все-таки буду какие-то такие короткометражечки делать. У вас на канале, по-моему, на баннере написано что-то в духе «Окно в будущей России». Ну, «Окна в России будущего», да, Windows of Future Russia. Каким оно тебе видится, будущее России, в плане вот технологий, ты не опасаешься все более, ну, это, в принципе, мировой тренд, конечно, все более широким использованием технологий, которая вот-вот и граничит уже с опрессией какой-то, там, распознаванием лиц и так далее. как раз в разных наших выпусках мы покажем технологии с разных сторон. То есть, мы покажем их с хорошей стороны и где-то покажем негативное влияние. А это вот будет уже в ближайшем? Да, да, это будет в ближайшем времени. То есть, технологии, как таковые, да, это просто технологии, это просто инструменты. Вот. А за тем, как они используются, уже отвечают люди. И, соответственно, тут важно говорить, наверное, не о технологиях как таковых, а о намерениях людей, которых используют. Ну, нет, это понятно, да, но вот учитывая тренды происходящего, как думаешь, как они будут использоваться у нас? Все-таки нас ждет кипергулаг? Или есть какая-то надежда на светлое будущее? Как это кипергулаг, но с доставкой еды? Ну, кстати, да, у них же ужасные условия труда. Я еще недавно, знаешь, узнал, что у доставщиков не из России, а как их большинство, по крайней мере, у одного из сервисов, я не буду делать антирекламу, чтобы не называть, но это вот крупный сервис, один из, по крайней мере, до определенного времени было, не знаю, что они исправили, чаевые им не приходили. То есть, у них чаевые только для граждан России. И тут как бы... Ну, это да, это, конечно, очень странно. Ну, типа они это объясняют тем, что мы это исправим потом. У нас там такая система, что вот она работает только вот на этих территориях, а чаевые только через эту систему, а все доставщики, они из Средней Азии. И да, это ужасно получается. Они еще и к сумасшедшим, к сумасшедшим штрафу им выписывают. Ну, да, это очень тяжелая работа. И я надеюсь, да, что со временем доставщики еды организуются в профсоюз и смогут какую-то, во всяком случае, свою позицию отстаивать. Задавят, мне кажется. Пытались же делать какой-то профсоюз, их там очень-очень сильно покарали. Ну, я, опять же, я надеюсь в то, что поскольку это тоже молодой, так скажем, рынок, он стабилизируется. То есть, в принципе, та же ситуация была, если посмотреть начало 20 века, условиями труда рабочих на фабриках. То есть, ну, со временем, когда это становится неотъемлемой частью жизни, со временем, когда уже рынок стабилизировался, там становится понятно, во всяком случае, как действовать. Так что я надеюсь, что все игроки, все участники процесса все-таки достигнут какого-то компромисса, чтобы не было тяжелых условий труда. И, с одной стороны, да, с другой, чтобы это все работало хорошо. Блин, боюсь, что сейчас другая тенденция в мире идет. Мы, ну, профсоюзы и так далее, это все более, ну, если посмотреть вот так на спектр политический, это влево, но, к сожалению, мне кажется, мы идем в другую сторону, потому что, по-моему, Амазон тот же, вот говоря о крупных технологичных гигантах, он невероятно сильно карает любые... Илон Маск, всеми любимый, он так судьбу ломает людям, которые пытаются unionize, есть такое понятие, ну, создать профсоюз. Как только есть какие-то намеки, идут репрессии, говоря про кибер-гулаг. Ну да. Кстати говоря, тоже, с одной стороны, да, мы наблюдаем то, что действительно предсказывали люди, которые создавали киберпанк в произведении, да, там, бегущий полезет, когда всем правит корпорация, вот, и, видимо, все к этому идет, вот, но с другой, удивительно, но сейчас, мне кажется, создался какой-то такой, типа, цифровой коммунизм, потому что, ну, там, там, один из таких слоганов, коммунизма, там, от каждого по возможностям, каждому по потребностям, да, а сейчас есть Википедия, где там каждый, кто хочет, он может написать статью, а каждый, кому нужно что-то прочитать, может туда зайти, вот, и это довольно-таки, ну, в общем, мы в интересное время живем, когда с одной стороны есть корпорации, но с другой какие-то, ну, то, к чему стремились коммунисты, реализовалось таким нестандартным образом, Ну, и на это вот последнее, что осталось, вот это вот, о чем ты говоришь, на это посягаются, пытаются забрать, забрать вот эти вот инструменты, которые есть у людей, чтобы беспрепятственно как-то организовываться, самоорганизовываться, общаться между собой, и у нас потихонечку какие-то там странные законы пробрасывают в этом плане, все больше и больше ограничивают, как-то, блин, хочется, конечно, верить, что это, что это светло. это довольно забавная тенденция, да, что как бы уже физическая жизнь зарегулирована, теперь будет зарегулирован интернет со всех сторон, потом еще что-нибудь появится, там какой-нибудь Даркнет, там его тоже потом придут туда, тоже какие-то крупные игроки тоже будут пытаться зарегулировать, и это такой бесконечный процесс. А вот смотри, гипотетически, ты не опасаешься проблем, вот ты говоришь, что ты будешь вывосемеивать какие-то актуальные российские проблемы, не опасаешься ли ты определенных репрессий в этом плане, или ты не собираешься заходить так далеко за черту? Ну, мы не планируем заходить так далеко за черту, безусловно, потому что это все-таки развлекательный проект, и у нас нет задачи донести какие-то конкретные политические идеи, но просто мы понимаем, что все-таки проект, он актуален до тех пор, пока он отражает происходящее, и если нас что-то беспокоит, если что-то беспокоит людей, то, наверное, мы должны на этот счет высказаться. А что вас беспокоит? Ну, нас беспокоит, например, опять же, если говорить о кибердеревне, то это, в принципе, положение сельскохозяйственного сектора, то есть, опять же, вроде как все развивается, но не такими темпами, как хотелось, как могло бы. Опять же, мы это, в принципе, отразили в шутке, типа, we use aero cars, типа, нам не нужны дороги, потому что, типа, у нас так машины летают. Вот, и это такая ирония над проблемами страны, при том, что, надо сказать, что все, в принципе, наверное, имеет тенденцию постепенно улучшаться, но, наверное, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, более высокими темами. То есть, наверное, то, что нас беспокоит, если говорить глобально в контексте России, то это как-то излишняя централизация, потому что, когда все ресурсы, в принципе, идут в первую очередь в Москву, они остаются в регионах. Просто есть регионы, у которых огромный туристический потенциал, но о которых, в принципе, даже никто из жителей России, не говоря уже о зарубежных, знает. И, в принципе, пандемия дала понять, что и внутри России можно путешествовать, внутри России есть тоже интересные места. Мне кажется, конечно, сила в таких, так сказать, в локализации, то есть, когда довольно значительная часть ресурсов и средств остается в различных регионах с тем, чтобы они становились сильнее, богаче, привлекательнее для туристов, и тем самым все вместе делали, так сказать, страну более сильной. Блин, я боюсь, что без тектонических сдвигов в экономической системе и в отношениях имущественных, не знаю, сколько это безопасно произносить, но я не знаю, ты понимаешь, о чем это невозможно, потому что сама природа рынка, сама природа денег, она подразумевает постепенную и постепенную централизацию в одних руках, и, к сожалению, мне кажется, это... Ну, понятно, что мы говорим о таких утопических местах, то есть мы многого не знаем, что еще нужно понять, разобраться в этой системе, но пока ощущение такое, что все-таки будет круто, если люди будут хотеть оставаться там, где они родились, потому что там есть перспектива. и, как раз мы показываем в каждой серии, во всяком случае, будем стараться показать местные особенности, например, там серия новостная в Ижевске, когда бы еще люди увидели Ижевск. А что есть в Ижевске? В Ижевске есть концерн калашников, в Ижевске, в принципе, это Удмуртия, мы тоже, кстати, выяснили, оказывается, что Ижевск это столица Удмуртия, это не так очевидно. И там есть, во-первых, интересная довольно-таки природа, местность, там есть культура Удмуртов, там многие названия, вывески, они на двух языках, и там есть очень богатое технологическое прошлое наследие, там, собственно, вот эти ижевские оружейники, там стоит памятник ижевским оружейникам, и, собственно, Ижевск Динамикс, вот эта вот мегакорпорация, вот это, ну, она создана вот как раз под впечатлением от, ну, как альтернатива вымышленная, да, вот оружейно-промышленным существующим корпорациям, которые есть в Ижевске. У тебя не было, вот я так понимаю, то, что вот вы сейчас путешествуете по России и видите какие-то вот какое-то вот былое, былое какие-то производство разрушенное, нет какого-то, вот, знаешь, не то чтобы обиды, а какой-то грусти, потому что у меня постоянно такое, и это не только с советским связано, вот мы с Женей, когда были в Луизиане, мы видели там заброшенные всякие заводы, как-то, как-то это грустно становится. Ну, конечно, есть, и как раз вот эта наша серия вот про новости именно об этом, то есть, она о том, что есть потенциал, есть прошлое, но почему-то распоряжаются им очень странно. Это может получаться по разным причинам, то есть, это может там по объективным, да, каким-то географическим и так далее, но иногда это просто очень странное распоряжение огромным потенциалом и интеллектуальными возможностями людей, то есть, люди, которые могли бы делать что-то хорошее, их силы и ресурсы тратятся не на то. Что тебе больше нравится, то, чем ты занимаешься, 3D-графика или настоящий аниматроник, практические эффекты и так далее? Ну, у нас как раз-таки в космопоезде мы попробовали уйти больше в специальные эффекты, то есть, это как раз у нас вот этот чужик, вот этот пришелец, он был как бы физический, и мы использовали этот вот скафандр, который как раз-таки сделали вот ребята из мастерской Кречет, и, ну, конечно, это круто, то есть, когда ты можешь подержать что-то в руках, но, понятное дело, что если что-то делается физически, то это гораздо-гораздо сложнее, чем что-то нарисовать, пусть оно выглядит убедительно. Потому что, вот, знаешь, самый такой жанр, который, мне кажется, страдает от наличия 3D-графики, может, это, конечно, вопрос восприятия, но лично у меня, когда я вижу, смотрю, допустим, старый хоррор, какой-нибудь, старый ужастик, и вот... Оно, например? В том числе, да, да, оно, кстати, вот и современное, и старое, когда я вижу настоящие практические эффекты, то есть, я вижу, что это как бы, ну, какая-то там, они там что-то смастерили, да, но когда я вижу именно 3D-графику, у меня мозг все, мне не страшно, я вижу, что это какая-то масяня нарисованная, и вообще, то есть, единственное, если эта 3D-модель будет в каком-то очень плохо освещенном месте, все, а практические эффекты, блин, мне до сих пор жутко смотреть хорроры там 70-х, они все еще держатся, в то время как графика, я сомневаюсь, что вот современные ужастики там через 30 лет, они будут так же держаться. Ну, мне кажется, правильный подход в совмещении технологий, то есть, и в принципе сейчас зачастую так и делают, то есть, какие-то элементы снимают вживую, вот, а потом используют там принципы композитинга, да, чтобы это все совместить, там доработать, какие-то эффекты дожать, и тогда получается, ну, довольно-таки неплохо. Другое дело, что сейчас из-за того, что компьютерная графика так широко распространилась, развилась, у многих творцов, там, режиссеров, да, и в принципе людей, кто отношения, и как бы из-за мной теперь вводится такой грешок, что, ну, есть тяга к перфекционизму, то есть, когда ты знаешь, что ты можешь что-то поправить, ну, средствами графики, то ты будешь это править, вот, а когда, в то время, как люди, снимавшие все это вживую, ну, они как сняли, так сняли, то есть, здесь что-то, либо переснимать, вот, и я думаю, что будь у них те же, как бы самые технологии, они бы, наверное, тоже занимались тем, что они занимались перфекционизмом, то есть, правишь, правишь, вот тебе не нравится, и пока это не станет... Вот, кстати, вот ты сейчас сказал, по-моему, этим страдает Джордж Лукас, ты вот, ты смотрел оригинальный кат «Звездных войн» и... Где они, да, постоянно этого Джаббухата обновляли? Это же ужасно, он просто превратил фильм в какое-то вот месиво, это, я вообще не понимаю, он начал все переделывать, прикрывать, это не так, это вот так, вот, вот, я задумывал это на самом деле, чтобы это выглядело вот таким образом, но выходит просто, как-то вот, извините за выражу, дрысня. Ну, тут, к сожалению, да, тут соглашусь, не знаю, очень строгая тяга тоже к переделыванию, и непонятно зачем, то есть вроде уже всеми признанная классика, непонятно, что еще можно улучшить, но вот зачем-то он занимается такими изменениями, тут я не могу сказать. Просто тут еще нужно упомянуть, что на самом деле, если, ну, индустрия визуальных эффектов, она, ну, довольно-таки сейчас, ну, так широко, ну, так, сильно разрушена, развита в России, то, ну, как бы, специалистов, которые занимаются, вот, практическими эффектами, их, ну, довольно-таки мало, вот, и, ну, их, слава богу, появляется все больше. То есть, это дорого? это дорого, это сложно, и очень долго не было запроса на такие эффекты, то есть, когда у тебя нет задачи, да, сделать что-то сложное, то, в принципе, как бы нету, ну, как бы спрос рождает предложение, вот, и, ну, тем не менее, появляются вот все больше студии, которые занимаются бутафорией, гримом, аниматроники у нас пока что, насколько я помню, нету, съемками миниатюрных эффектов занимается, вот, или занималась, я просто не знаю, сейчас она существует или нет, возможно, да, студия Сканинами, вот, они как раз делали 28 панфиловцев, то есть, они вот эти вот танчики делали, миниатюры игрушечные, которые, ну, достаточно круто выглядят в кадре, вот, и, ну, вроде, можно сказать, что это все тоже развивается, то есть, опять же, ну, была бы моя воля, естественно, чтобы мы многое снимали вживую, но пока, к сожалению, это, ну, это очень сложно, это долго, и, ну, слава богу, вот мы хотя бы смогли попробовать это сделать, вот, в небольшом формате, то есть, вот, нашлись ребята, кто нам помог сделать, и получилось круто на наш взгляд, то есть, этот и костюм, и вот, чужик. Если я правильно понял, то ты самоучка, ты сам это все, грубо говоря, не ходил в какое-то там профильное заведение, ты это сам по интернету как-то все изучил, да? Ну, я думаю, что 90% в принципе специалистов, которые работают в этой индустрии, они все самоучки, то есть, очень, ну, в России точно, и я думаю, что на Западе тоже, то есть, в принципе, то есть, порог вхождения, ну, это как изультулен, хард-то мастер, то есть, реально, все начинают, нету ни одной, ну, там, вот, если есть какое-то классическое, академическое образование, например, киношное, которое считается как бы эталонным, там, не знаю, там, если говорить о американском, там, не знаю, там, нью-йоркская школа кино, там, колл-артс, там, или в гиг, да, опять же, там, ну, можно спорить об эффективности, да, но, тем не менее, это такие признанные школы, то по графике, в принципе, я таких курсов и университетов не знаю. А как вот лучше человеку поступить, допустим, у него есть определенная сумма денег, и он может себе купить относительно мощный комп, и самому учиться там по гайдам, всяким туториалам, видео-копайлот тот же, не знаю, если он все еще жив. Конечно, он всегда жив. Вау, круто. Или же взять средненький комп и оставшуюся сумму потратить на какие-то курсы? Ну, это как бы вопрос, на который вообще, к сожалению, не могу дать однозначного ответа, потому что я, все курсы, в принципе, что у меня были, они были бесплатные. Вот, единственное, что я, наверное, спустя несколько лет уже, после того, как я этим занимался, я вот, ну, пошел на такие, ну, как бы интенсивные курсы по конкретному софту. То есть, я хотел просто понять, как работает функционал, и не тратить много времени. такие курсы, они, наверное, имеют смысл, потому что у них есть конкретная задача. То есть, ты, в принципе, получишь то, что ты ждешь. Но идти на курс с не очень очерченным видением, того, что тебе нужно, это, наверное, не очень правильно. Поэтому, в принципе, довольно-таки много бесплатных уроков. Опять же, тут тоже VideoCupilot. Очень много сейчас на русском языке, абсолютно по разным тематикам, там, вплоть от рендера до моделинга, да, и я думаю, что, наверное, имеет смысл сначала посмотреть бесплатные курсы и примериться, исходя, в принципе, из способностей, потому что, ну, то, что я точно понял, конечно, какое-то минимальное, даже минимальное, или лучше академическое художественное образование, оно так, ну, упрощает задачу. То есть, когда у человека есть художественное видение, когда он, в принципе, знает, что ему нужно. есть мышление, такое визуальное, то, конечно же, это все упрощает, потому что, ну, там, очень много, ну, ребят, которые, так сказать, пришли из областей, которые не связаны напрямую, да, там, художественного, видения, как бы, ему будет, скорее всего, проще. Насколько это, в принципе, сложная вещь, чтобы, это сложно, потому что кодинг, мне видится, невероятно сложной вещью, а графику делать? Ну, опять же, графика очень разная, то есть, например, вот симуляция, допустим, зарабатывать себе на жизнь, грубо говоря, и, ну, относительно комфортно, чтобы было. Ну, просто, опять же, тут графика настолько широкая сфера, отрасль, что сказать что-то конкретное сложно, например, вот специалисты, которые занимаются симуляциями, жидкости, там, взрывов и так далее, вот эти все сложные разрушения, да, красивые, которые там в кино есть, это очень близко к программированию, то есть, там реально нужно такое, как бы, математическое, инженерное, ну, математический инженерный склад ума, то есть, там действительно физические просчеты, это такая инженерная задача, а вот, например, концепт-арт, да, это, ну, именно что-то нарисовать, это художественная, то есть, это художественная задача, и, ну, естественно, что и ресурсы, в принципе, для нее нужны меньше, потому что для того, чтобы просчитать и отрендерить сложную сцену с разрушением, да, тебе нужна действительно такая мощная ферма, то есть, такая промышленная, прямо скажем, которая там может неделю, например, считать, вот, а для того, чтобы сделать какую-то вот такую несложную работу, да, какую-то анимированную, может быть, картинку, тебе достаточно компьютера, поэтому, ну, соответственно, и порог вхождения вот в такие отрасли, специализации, это он ниже, вот. по сути, все, что тебе нужно, это комп, блендер и сделать пончик, вот этот вот, который все, все люди, которые скачивают блендер, почему-то и начинают с пончика. Ну, да, то, 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 вот, поэтому, тут, сейчас, это отрасль настолько не формализована, что даже там вот уже как который год, это такой даже мем, по-моему, такой локальный, пытаются создать какую-то, ну, там вот есть вот, типа, кодификатор профессий и пытаются какие-то, типа, выработать требования, типа, вот, ну, какие-то профессиональные обязанности, там, аниматора, например, или профессиональные обязанности композера, и никто это сделать не может, потому что все очень разнится, то есть в разных студиях люди занимаются разными вещами, где-то есть четкое разделение, где-то нет, где-то где-то везде один человек занимается многими смежными вещами, потому тут очень сложно конкретно что сказать, эта индустрия очень живая, очень меняющаяся, и, ну, стремительно развивающаяся. Меня люди в комментариях очень много спрашивали про ваш мерч, они, сейчас даже скажу, блин, я забыл, не могу найти название, но они спрашивали точно про кипер-кюкинбер и про какое-то создание, и люди хотят это покупать. Я думаю, да, что они говорили о фрактальном огурце и чужике, вот, да, 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 и мы пытаемся сейчас, как раз мы работаем над этим, мы хотим выпускать мерч, попробовать, потому что у нас не было никогда опыта, вот, но тем не менее мы пробуем это сделать, я надеюсь, что в скором времени это можно будет купить, вот, в онлайне, вот, и у нас есть подарок для, так сказать, подкасту, да, да, так, вот, в лучших традициях поле чудес, вот, подарок, это из первой партии, так сказать, наших футболок, которые мы пробуем делать. Вау, это ваш робот? Да, 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 это робот-алкоголик, или что это, или робот-детектив грустный? это грустный маслоголик, вот, мы тоже вот Евгению как раз, после съемки, подарили такую футболку, вот, фирменную, надеемся, надеемся у нас получится, что они с пречом, вот, так что можно будет посмотреть, носи на здоровье. Круто, спасибо, и мне кажется, опять же, если вы запустите это, это фановая очень вещь, люди, особенно из гиг-сообщества, мне кажется, раскупили бы это, на расхват это пошло бы. Было очень приятно с тобой поговорить, я действительно желаю удачи вашему проекту, и считаю, что это одно из таких вот, одна из находок русского, не только русского ютуба, но и в принципе русского медиапространства, и желаю вам всего самого, действительно, искренне наилучшего. Счастливо! Да! Собо два дрыща, копирую двух очков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!